Свою историю автопредприятие ведет с 1958 года. Заработал металлургический комбинат, город стал расти быстрыми темпами, потребовалось и развитие пассажирских перевозок. И 1 сентября 1958 года были разделены грузовые и пассажирские перевозки. Автобусы и таксомоторы вошли в состав тогда автотранспортного автохозяйства АТХ номер 2. Штат работников на тот момент составлял 187 человек, в том числе это было 78 водителей и 60 кондукторов. Дальше потом начались 70-е годы, разрастался город, разрастался автотранспортное наше предприятие. В 70-м году стали поступать автобусы марки Лиас 677, с 72-го года активно поступали автобусы из Венгрии марки Икарус. Автобусный парк разрастался и в 76-м году он уже отделился в самостоятельное предприятие и был переименован в МУП автоколонну 1456. За 55 лет многое изменилось в плане технического оснащения автобусов. К примеру, до 1980 года в автобусах стояли кассовые аппараты. Это кассовый аппарат стоял на задней площадке для разменной монеты, которые обозначены здесь. Впереди обычно стояла касса для любых монет с отрывными билетами. Здесь чисто фиксированная была. Денежка, которая была в те годы. На смену аппаратам вечером, в ночь с 31 декабря на 1 января 81-го года эти аппараты снимались кассовые, оставались только компостера. Иногда еще сажались кондуктора, но с 81-го года кондуктора потихонечку все изжились. Профессия водителя автобуса была престижной и хорошо оплачиваемой. Да и получить права было непросто. На категорию «Д» учились полгода. Водитель умел не только управлять, но и чинить автобус. Для них даже шили специальную форму – зимнюю и летнюю. Сейчас на предприятии работают 1123 человека. Оно обслуживает 17 внутригородских, 15 пригородных и 26 междугородних маршрутов. Ежедневно на линию выходят до 170 автобусов. Всего в парке 214 единиц техники. Перевозим в среднем за один день где-то 70 тысяч пассажиров на городе, 3 тысячи пассажиров на пригородных маршрутах и полторы тысячи пассажиров на междугородних маршрутах. Предприятие развивается, старается даже в самый трудный момент в Рим, в самые тяжелые финансовые моменты приобретать новый транспорт. На сегодняшний момент в мэрии города Череповца приобретено 10 автобусов марки МАЗ. Также предприятие идет всегда и шло в ногу со временем. Маршрут номер 7. Сегодня самый протяженный в городе – 30 километров. Один круг длится около двух часов. Братья Сергей и Алексей Цветковы как раз работают на семерке. Алексей вводит автобус 2009 год, а начинал свой стаж с грузовиков. В автоколонну пришел из любопытства. Я не испытывал сложностей, никаких в принципе. Все так само пришло. Начинал работать на автобусах марки МАЗ в 2003 году, которые пришли к нам в город. И, соответственно, практически основную часть времени проработал. Они сейчас в данный период работают на Мерседесе и обкатывают новые МАЗы, которые пришли буквально на днях. Его брат Сергей оказался в автоколонии по чистой случайности. Молодой человек признается – маршрут семерки, длинный, утомляет. А что делать? Людей же надо возить. Меня один знакомый человек просто пригласил прийти посмотреть. И получилось так, что я в этот же день тут и остался. Как бы случайно, можно сказать, стал водителем. Ну, да, да. Никогда не думал об этом, что вообще буду водить автобус, ездить на нем. Ну, получилось так, что мгновенно, в один день. То есть нравится? Да, сейчас нравится. Как бы от работы 10 лет практически уже никаких, как бы, нормально нравится. Меняется в этой жизни и условия труда, соответственно. Также и у нас в автоколонии парки обновляются, и автобусы новые приходят. Ну, и в городе, как бы, становится, конечно, тяжелее работать с каждым годом. Сергей управляет «Мерседесом», прошедшим модернизацию. Таких в автоколонии пять. В них создан максимальный комфорт и для водителей, и для пассажиров. Мама с коляской попадает в салон без проблем, ступенек нет. Есть выдвижная площадка для посадки инвалидов и кнопка сигнализации, говорящая водителю о присутствии такого пассажира. Автобус не начнет движение, если двери открыты. И наоборот, открываются они только при полной остановке. Есть климат-контроль в салоне, двери автоматически распахиваются при касании человека. Работа водителя сопряжена не только с ответственностью и особым вниманием на дороге. Вставать приходится с первыми петухами, а заканчивать смену за полночь, говорит Сергей. Самое раннее, где-то полчетвертого. Долго привыкали к этому? Да нет, оно как бы… Я и до этого работал в смену, как бы, в принципе, нормально. Вот наоборот, чем дальше, тем тяжелее. Поначалу было очень даже весело и задорно, а сейчас вот, да, становится все сложнее и сложнее. В 1995 году автоколуна вернулась к бескассовой оплате проезда. В автобусы пришли кондукторы. Как отметила Ирина Зверева, решения продиктованы экономическими соображениями. Люди все чаще стали забывать об оплате проезда. И в автобусы вновь вернулись кондукторы, чтобы предприятие могло себе вернуть доход. На предприятии создана одна из лучших и современных станций техосмотра. Точная аппаратура позволяет проверить все параметры транспортного средства. Сюда может зайти большой груз любых габаритов. В планах автоколонны запуск ряда инвестиционных проектов уже в этом году, чтобы в течение 4-5 лет стать высокоэффективным предприятием. К примеру, будет создана центральная городская диспетчерская. За пять лет предприятие планирует обновить автопарк 60 машинами безопасными, комфортными и экономичными.